Всем привет, друзья! Как у вас дела? У нас дела замечательно! И влог сегодня у нас начнется с того, что Сержа только что пришел ноутбук, который он заказал. Да, на нем была пломба. Пломбу я только что снял. Заказал он через интернет-магазин с доставкой на дом, чтобы никуда не ездить. Многие у нас спрашивают, почему мы сначала ходим в магазин, смотрим там товар, а потом в итоге все заказываем через интернет. Потому что мы такие люди, что нам нужно все обязательно пощупать, посмотреть. И в принципе этому мы научились у корейцев. Они тоже так делают. Они ходят в магазины, смотрят там, примеряют вещи, определяют размер, цвет. И уже потом заказывают через интернет подешевле. Вот такая коробка была. Вот зарядка. Слушай, поменьше стала зарядка от ноутбуков. Хочу сказать сразу, что я уже давно не интересовалась техникой, какая там выходила, как это все было. Я помню, что в ноутбуках были огромные зарядки, сами ноутбуки были тяжеленные. Поэтому я вообще понятия не имею, какие ноутбуки. И поэтому я так удивляюсь и радуюсь, что это еще не стоит на месте и все вот так вот продвигается. Дали скидку 10% на новую этот... На что? За инфон. На смартфон? Ну да. А что это за смартфон такой? Ну это их. Ну понятно. Короче, Серж думал, думал, думал. Ему нужна была просто рабочая лошадка. Недорогая, да, рабочая лошадка. Ну, соответственно, что здесь все эти документы... Также еще спрашивали, почему Серж не может работать на моем iMac. Потому что ему будет неудобно, iMac это все равно, это не Windows, а ему нужен был Windows, чтобы там не было, ну короче, заморочек разных и так далее. Вот. А так, конечно, если для жизни вот просто взять, а не для работы, конечно, удобнее использовать MacBook, iMac. Но лично мне. И также, если вы монтируете видео, то, конечно, лучше брать именно Apple. Объясню, почему. Потому что я уже очень много компьютеров поменяла, и моноблоки чуток у меня не было. И все это не тянет для монтажа хорошего видео. Ну, конечно, если вы, конечно, спец, и вы, там, айтишник или компьютерщик, программист и так далее, и вы шарите в компьютерах, и можете сами собрать себе супермашину, то без проблем можно и вот такую какую-нибудь. Смотри, как вот так он выглядит. Ну, я такой человек, который я не разбираюсь, и как бы постоянно к кому-то обращаться, это вообще... Ну, вот опять сейчас начинается. Открой тогда. Ну, ты хотела одной рукой, что ли? Вот. Прикольно. Слушай, он такой новый. Он такой какой-то матовый. Какие-то здесь кнопки такие, которые вот мне нравятся, которые выбирают. А у меня какие-то кнопки такие, типа бабочки, или как они там называются, прилипленные все, они беззвучные. А, ну да, у тебя там специально свою систему. А мне нравится, когда щек-цек-цек-цек-цек-цек-цек по клавиатуре, я еще быстро печатаю. У меня всегда был бизик, чтобы научиться прям быстро печатать. Еще хотела научиться печатать, знаете, вот как настоящий программист вот беззвучно вот так пальцы передвигает. У меня так не получается. Я ногтями так-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну-ка, покажи отсюда, как он смотрится. Какой цвет это, я не могу понять? Черный? Серый какой-то, синий. Ну-ка, давай, открывай, посмотрим. Так что тебя можно поздравить с новым другом? Ну да. Поздравляю. Напишите в комментариях, Серж, поздравления. Ой, рабочая машинка. Ему будет приятно. Полноценно поздравил. Все. Кстати, да, хорошие. Зеленые буковки русские. Не будешь мучиться. Что, будешь включать его потом? Ну да, сейчас даю все проверю. Давай. Ага. Ну что, первый раз. В общем, представляете, сейчас такая... Снимаю видео и не могу понять, что камера как-то у меня в руке не лежит. Как-то кнопки нажимаются странно. Оказалось, что я, оказывается, по ошибке взяла Викину камеру, ставила туда свою флешку и начала снимать видео. У нас просто с Викой одинаковые камеры, поэтому... Вот так вот бывает. Иногда я смотрю... Ой, блин, что я здесь камеру свою оставила? Смотрю, как это Викина камера. Ну, так обычно бывает, когда мы с ней вместе встречаемся. Слушай, ну как-то необычно, не знаю. На украинском есть еще? Русский, английский. А вот другой язык это какой? Серпецкий. Мне так нравится, как я накрасилась. Я вообще не планировала, что у меня будет такой макияж, но он очень сильно и вообще хорошо подходит под платье. Посмотрите. Такие вот цвета. Сейчас я вам по-другому покажу. Вот так вот. Мне очень нравится. В общем, мы сейчас идем есть, потому что Серж приготовил макароны. Ну, ничего страшного, протри просто. Ты меня звал? Да. Вау, 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 какая красота! Это макароны по-флотски. Серж приготовил, сам изъявил желание. И смотрите, вот этот вот перчик, который мы покупали в банке, который ели в Турции. Оказалось, что эта банка тоже произведена в Турции. Теперь мы будем покупать этот перчик. Он оказался точно-точно такой же, как мы ели в отеле. Короче, вкусно. Вкусно пахнет. Ими сидя. Это макароны по-флотски, да. Как так случилось, что ты хорошо готовишь? Я помню. Серж повар. И помидорки здесь солененькие. Но они чересчур прям соленые. Ну все, давайте будем кушать. Пойдем, урау! Да, приятного аппетита. Хлеб будете? Нет. Ну что, ребята, сейчас уже вечер. И мы с Викой только закончили снимать видео. Ну да, как бы мы снимали видео с маникюром. Но я не буду палить Викин маникюр, потому что это видео выйдет в субботу у меня на основном канале. Да, так что ждите. Там будет полный трэш. И сейчас я уже буду, наверное, смывать косметику, хотя мне жалко. Я сейчас еще подкрашивалась. Очень красивый макияж у меня. И прическа сегодня так хорошо легла. Я сегодня использовала несколько укладочных средств. Я думаю, почему я раньше так не делала? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне идет вот такая вот объемная прическа. Мне кажется, я немножко стала старше выглядеть. И вот с такой прической и с таким макияжем. Но мне кажется, это именно мое. То есть, ну как бы мне подходит. Да. Серж уже, по-моему, там вовсю дрыхнет. Детей тоже уже уложили. Сейчас, кстати, к ним пойду, проведу их. Вы спите? Да. Пику позади. Она сейчас придет. Спите. Ну, спи. Теперь мне и самой хочется сделать маникюр себе. Но я себе потом сделаю. Сейчас я пойду отдыхать уже, наверное. Целый день реально были заняты. Целый день что-то делали. День вообще очень быстро прошел. У меня, кстати, вот эта вот светодиодная лента как-то стала барахлить. Нужно будет новую купить, заказать. Ой. Я ее уже... Хотя она мне... Я ее распаковала. Она новая у меня. Она не проработала там много часов. То есть, она у меня всего лишь там пару месяцев. Почему так случилось, не понимаю вообще. Ну, ладно. Придется, значит, поменять. Хотя другая у меня работала очень хорошо. Уже следующее утро. И Каролина захотела себе маникюр. Поэтому мы сделали вот такой. Смотрите. Как я за один день вырастила ночью, мы вам не скажем секрет. Да, мама? Такие вот прикольненькие, видите? Симпатично смотрятся. Прям ручка такая стала, как будто бы взросленькая, да? А, кстати, нам не хватило до одного пальца. Пришлось коричневым делать. Да, но потом я и перекрашу. Вот такое вот. Иди у Леры спроси, хочет она, нет? Давай. И Лере тоже сделали. Часть коричневые, часть вот такие цветные. У меня только три хороших, а остальные все коричневые. Ну-ка, другую руку дай. Сейчас два. Не три хороших? Такие симпатичные. Лера говорит, если они быстро падают, значит, быстро нужно фоткать в Инстаграм. Сделать и все. Да стой! Я захотела фотку в Инстаграм сделать, чтобы все подписчики подумали. Ладно, все, пойдемте кушать. Мы, короче, сидим и не знаем, что делать. У меня очень сильно горло, короче, село. Я немножко приболела. У нас плохие новости. У нас траур. По-моему, iMovie. iMovie это программа для монтажа. Сегодня я ее снесла с компьютера, потому что случайно так получилось, а восстановить нельзя. Что, все, что ли? Да, уже восстановить нельзя. Ну, можно там, ну, блин, пытаться надо, но я же, блин, не бог компьютера. Да. Открывай посылки, уже третий день не могу открыть. Все, лень. Там столько скотча. Поищи там, вон там. Не знаю. Ну, короче, мы сейчас думаем, может быть, куда-нибудь пойти погулять, а может быть и нет. Что-то погодка такая. Да. Серьезно, я расстроилась по поводу программы для монтажа, потому что это очень важно, естественно. Ну, ладно, мы что-нибудь придумаем, что-нибудь сделаем, это не проблема. Просто на этом компьютере Вика монтировала, а теперь она пересядет за мой ноутбук. Ну, ладно, не плачь, что ты? Что-то там пришло. Ой, какая-то. Ну, это ладно. Подожди, ты ее не заказывала. Это мое, значит. Ты заказывал? Вручку, да. Ааа. На, Вика. Я сюда же. Как вы думаете, что сейчас происходит? Это Вика чистит ванну. Сейчас так нету. Вика прилетела из Кореи, чтобы помыть нам ванну. На самом деле, она хочет просто детей закинуть в ванну, а не потому что купаться хотят. Потому что Лера любит принимать ванну, но в Корее у них поменьше ванночка. А у нас очень много бомбочек разных есть, пенок, соли для ванны. Вот такая пенка есть, бомбочки. Я еще много бомбочек раздарила. Прям вот очень много, при том, что эти бомбочки классные. У меня еще там куча разных есть в наборе. Но я ее пока, вот эту упаковку, не открывала. Пусть вот эти сначала используют. У нас выпал снег! Ура! Ура! Ты знаешь? Прямо по заказу твоему, потому что ты прилетела из Кореи сюда за снегом, и вот тебе снег. Ты довольна? Сейчас пойдете играть, кататься, будете лепить снежки. Да? Ну, здесь точно нельзя. Почему нельзя? Снеговика. Почему нельзя? Грязный снег. Ну, сейчас чуть больше выпадет. Нужно успеть, пока собачки не накакали, свои какашки везде не оставили. Пока люди не натапливались. Не натоптали? А, ну да, да, да. Подожди, мне нужна бабушка. Что, Лерочка? Довольна ты? Тебе нравится в России? Ты умничка. А завтра еще приедет Антон. Где-то трех. Антон завтра приедет? А, понятно. Ты ждешь его? Ты соскучилась, да? Нет. Смотрите, у них здесь какое логово. Вот такие шарики прозрачные. Я им дала кучу. Не поняла, вы разукрасили, что ли, мою подушку? Да. Подушку, какашку они разукрасили. И еще не только мы подушки какашки. Мы делаем злую какашку и разноцветную какашку. Зачем? Мы с Лерой захотели. Шкодницы, а? Вы шкодницы, девчонки. Потом сходите, погуляйте, придете, будете в ванну принимать. А можно самолет взять? Самолетик. На улицу, конечно, можно. Что ты хочешь? А я пока только мы ехали на самолете. Как я хочу сбить. Не надо лампу сбивать. Блядь, закончился. Не успев начаться. Я, конечно, совсем разболелась. У меня горло прям вообще ужасно болит. Распухла сегодня с утра. И, естественно, сейчас, когда я говорю, у меня голос как у транса прям. Пошла искупалась, уже лучше себя чувствую. Вообще у меня всегда так, знаете. Сходишь, искупаешься, и уже как будто бы заново родилась. Я сейчас буду сидеть за компьютером. Мне нужно будет кое-что закончить. Здесь вообще дела на самом деле много. И у меня, знаете, всегда так бывает, что если я коплю какие-то дела, потом я знаю, что там очень много всего. И я не хочу даже подходить к этой куче, к этому завалу. Но зато если я начинаю это делать, я это потом и за один день все делаю. Просто у меня сроки некоторые есть там по делам. Поэтому нужно будет их, естественно, соблюдать. такие вот дела тем более что нас еще прибавится естественно дома больше у мгам каролина с лерой там уже купаются принимают ванну бомбочки туда накидали соли ту пенки разные накидали и тоже шумно короче будет я не смогу потом ничего сделать а я не могу так сосредоточиться когда такого его я короче происходит но ничего это все нормально это все равно весело когда все вот так вот собирается вся семья в сборе так что это круто я кстати выкладывала в сообщество фотку грома если кто помнит у нас раньше были коты чертики гром и вот такой вот он сейчас стал вот но мне кажется что он вообще не изменился чертик как-то мне присылали фотку он был прям такой толстенький толстенький сейчас нету фоток у меня чертика а вот гром вот такой вот ой сколько тогда я выслушала из-за того что мы отдали наших котов сколько я выслушала просто многие даже хотели думать ну и вообще начали сочинять типа вот мы такие безжалостные люди и так далее типа даже такой даже если мы сожрали этих котов ну какая разница на кому это во первых а во-вторых мы их взяли мы их вылечили мы их кастрировали мы их привили все что нужно было сделать для бездомных двух котов мы это сделали на свои деньги при том что как бы многие люди даже для своих котов не всегда это делают а мы это делали просто вот для вот этих брошенных скажем так при том что ей найти ярые такие противники нельзя кастрировать оплодить вот так вот до бездомных это вообще норма пусть они разродятся по 10 штук кошек пусть они дома там котят нам принесут а потом вот эти вот все котята на улице остаются это вообще неправильно вот это я считаю неправильно безответственность абсолютная хозяев которые держат кошек и котов которые потом вот так вот выбрасываются на улицу это естественно неправильно кстати гром живет здесь нами рядом по соседству так что это круто а чертик он у антона одноклассника живет так что у них прекрасные семьи все с ними нормально все хорошо а то мне говорили если вы взяли бездомных то типа вы до конца жизни с ними должны жить а так лучше бы не брали то есть так лучше пусть они сдохнут на улице от голода от холода чем вы их возьмете откормить вылечить и и найдете им хороший дом то есть лучше пусть они сдохнут вот такое да получается мнение какие-то непонятные двойные стандарты и вообще просто шоке от этого была тогда я думала что это очевидно что если хочешь помочь ты помогаешь а не так что ты сначала там ну короче ладно в общем об этом можно долго говорить так что не буду не буду это уже тема пройденная котов мы пока заводить не будем и так далее вот сейчас я уже буду заканчивать этот влог так что обязательно ставьте пальчик вверх смотрите предыдущие влоги если вы их пропустили обязательно подписывайтесь на канал если все еще не подписаны и увидимся с вами уже в новом влоге всем удачи и всем пока 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 пока